Здравствуйте, дорогие друзья! Вот вы задаете в фейсбуке вопросы к аббалисту Михаилу Лайтману, я их озвучиваю. Вопрос простой. Что такое истина? Такой простой вопрос, да? Такой простой ответ я тебе уже дал. Истина – это нечто постоянно ускользающее в результате моих больших усилий ее достичь. Красиво. Я не знаю, как сказать. Потому что как только ты пытаешься ее постичь, она раскрывает перед собой еще большую глубину. И эта глубина раскрывается на основе противоречий в предыдущей истине. И ты снова идешь для того, чтобы найти. В принципе, истина – это средняя линия. Так в Кабале говорится. Да. И она в бесконечности. То есть все наше движение, развитие, устремление – это к постижению того, что мы называем истиной. А вообще истина – это точка отсчета, откуда началось все творение. Только вот достигнув этой точки, мы достигаем истины. Ну, а по дороге это тоже, в общем-то, движущиеся к этой точке шажки маленькие наши. Станции. Да, но они не абсолютны. То есть есть абсолютная истина, она практически недостижима. Она достижима, но еще очень впереди нас, далеко. А все остальное – это относительная истина. А вот когда вы говорите, надо стремиться к истине, вот что вы имеете в виду? Я имею в виду к состоянию абсолютного слияния человечества, как единого целого, с Творцом, с высшей силой. Когда полностью постигается Творец в Творении. Что Творец является чем? Что Творец является первой основой, первопричиной, а Творение является вторичным. Мы говорим о свойстве Творца, когда мы говорим о постижении Творца? Мы говорим о его свойстве отдачи и любви относительно Творения. И глубже этого даже можно заикнуться немножко о Днем Самом. относительно себя, а не относительно Творения. Что тоже там, очевидно, раскрывается. Вы все дальше и дальше ведете в бесконечность, прямо скажем. Это да, это да, это бесконечность. Но, конечно, это прекрасные возможности. Но слияние с Творцом возможно? Слияние с Творцом – это в подобии свойств. Это состояние, которое мы достигаем. А постижение в этом подобии свойств Его Творца, Его замысла относительно нас достигается. А потом еще и до Его замысла. А что же руководило, а что же было Его личным решением. И даже до решения. То есть состояние, когда Он Сам находится в себе. Вот это, я думаю, если у нас есть такой вопрос, если к этому у нас есть стремление, то, очевидно, мы и этого сможем в нашем восхождении духовном достичь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова